Артём Александров, УРАРУ. Я бы хотел сначала прокомментировать ваши высказывания про Москву. Самый лучший город – это, конечно, Санкт-Петербург, мой родной, из которого вы, кстати, недавно вернулись. Вы хотите поспорить? Нет, я просто не мог это не заметить. Мне кажется, в этом и смысл, чтобы мы друг друга поддерживали в нашей любви к определенным географическим точкам. Любить-то можно много городов, но, правда, вы должны отметить, это невозможно не замечать, то, какой стала Москва и какой опыт она готова предоставить всем остальным. Понимаете, это не вопрос нашего с вами, так сказать, личного отношения к каким-то местам. Это вопрос того, что есть объективная реальность. Я не хочу спорить, я уважаю мнение всех, но, правда, ведь когда мы говорим и даем характеристики каким-то местам, это же определенный набор критериев. Кстати говоря, это город, который, когда это было, года полтора, нет, больше, наверное, года два с половиной, как раз закончился первый год пандемии. Да, это был, по-моему, первый год пандемии, который подходил к завершению, примерно так. Получил высочайшую оценку именно по линии Организации Объединенных Наций, которая проводит подобные рейтинги. Понимаете? То есть здесь не только мое личное отношение, здесь еще и фактура. Хорошо, я дипломатично соглашусь с вами. К вопросу, у меня их два сегодня. Касается первой визита президента Турции, недавней, в Баку, и встречи его с президентом Азербайджана. Во время этого визита президент Турции заявил, что Турция готова открыть генгольство в Шуша. Соответственно, не носит ли это заявление само по себе и, тем более, возможно, в будущем открытии этого генгольства потенциальную угрозу для российских миротворцев в регионе и для мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, которые идут при сотрудничестве России. Вы знаете, вопрос открытия консульских учреждений, где бы то ни было, и в частности, в Шуша остается темой двусторонних связей, опять же, в данном случае между Баку и Анкарой. Но и в других случаях это все-таки компетенция двух суверенных государств. При этом мы понимаем чувствительность данного вопроса. Для Еревана, безусловно, в наших контактах с партнерами систематически ориентируем их на необходимость учета интересов друг друга и важность последовательного продолжения процесса нормализации как армяно-азербайджанских, так и армяно-турецких отношений. Спасибо большое. Мой второй вопрос. Он посвящен визиту Сергея Лаврова, точнее, выступлению его во время визита в Беларуси на встречу министров одностанных дел государств, членов ОДКБ. Во время общения с журналистами он заявил, что Запад пытается внести раскол между членами ОДКБ. Можете ли вы какие-нибудь конкретные примеры привести таких попыток раскола? Вы имеете в виду именно в контексте ОДКБ или вообще в принципе? Я полагаю, что министр имел в виду именно в контексте ОДКБ, так что да. Ну, то есть вас это интересно. Я поняла. Дело в том, что по мере того, как набирает обороты ОДКБ, он действительно становится еще более раздражителем для Запада. Я приведу вам примеры из не только нынешнего периода, но в принципе мы же видим, с каким трудом просто не из-за естественных причин, а именно из-за создаваемых проблем шло взаимодействие ОДКБ с другими международными структурами и организациями. Абсолютно нормальное дело для международных межправительственных организаций давать статус или вести соответствующий диалог с различными организациями в мире, региональными, разными. Но в данном случае все время это, в общем, как-то было сопряжено с какой-то такой непростой историей. То есть это не происходило так же автоматически, как это происходит, например, с объединениями западных стран. Ну, очевидно, там же кто-то руку прикладывал к этому. Мало того, на Западе, собственно говоря, и не скрывают своих устремлений по ослаблению ОДКБ. За отказ от сотрудничества с Россией обещаются дополнительные преференции, предоставление альтернативного, как они говорят, зонтика безопасности, наращивание военно-технического содействия или задействует даже тактика угроз. По-разному все это бывает. Это проходит в том числе и в связи с такой массированной информационно-политической работой на территории стран. То есть это же не просто взаимодействие с государством, как с единицей. Это информационная работа, распространение дезинформирующих материалов про ОДКБ. Это публикация или размещение в интернет-пространстве фейков или недостоверной информации, какого-то оскорбительного характера, ну и многое-многое другое. И я думаю, что вы сами можете это увидеть предостаточно. За отказ, да, но это я уже сказала о том, что просто впрямую ставятся условия, или даже не условия, а делаются предложения, которые именно нацелены на какое-то очернение организации снаружи, изнутри, по-разному. Я имею в виду, делается предложение для того, чтобы такая работа велась. Во внешнем периметре, ну, огромное количество материалов, такого порочащего характера, при этом не имеющих никакой основы, публикуются вот даже в наших средствах массовой информации нашего региона. Я сейчас имею в виду регион ОДКБ. И, кстати говоря, и сама организация об этом говорит тоже. И в ходе министерской встречи министр иностранного дела России Сергеевич Лавров как раз и говорит с коллегами о том, что предложение западников по расширению взаимодействия в военной сфере следует к этим предложениям относиться крайне критически. Потому что двойное дно такого сотрудничества очевидно. Это в том числе доступ к национальным базам данных, каналам обмена чувствительной информации между партнерами по ОДКБ. Разумеется, никогда не ставили, не будем ставить под сомнение, суверенное право наших ближайших друзей и союзников на развитие отношений с разными международными субъектами. Однако видим своим долгом предостеречь партнеров с учетом рисков для нашего общего пространства безопасности. И я просто хочу обратить внимание, что ОДКБ действует как раз в противоположном направлении, не расшатывает другие структуры, а предлагает объединительную повестку для своих стран-членов. И в противовес деструктивным попыткам расколоть ОДКБ итоги состоявшегося Совета министров иностранных дел, они как раз, по-моему, подтвердили общую заинтересованность укреплять союзнические связи и единство в рамках организации, а также наращивать потенциал по реагированию на широкий спектр современных угроз. Спасибо, я только хотел уточнить, конкретнее привести примеры... А я вам привела конкретные примеры. Вы же меня спрашиваете с точки зрения, покажите конкретно пальцем на название или имя. Вы это хотите? А я вам говорю о том, что это существует в различных сферах. Это и в том числе то информационное поле, которое находится внутри стран. Посмотрите, если вы хотите, я вам могу подборку примеров дать, какие статьи появляются, какие политологические так называемые измышления имеются. А за этими политологами, как правило, стоят либо гранты, либо другая поддержка со стороны Запада. И они продвигают мысли относительно... Ну, там разное есть от недеспособности до ненужности, неэффективности, ну и так далее, так далее, этой структуры. Это же не просто собственный анализ. Всякое может быть. Но как раз если бы люди опирались на собственный анализ, то даже последние годы действия ОДКБ, ее активных шагов говорило о том, что она имеет конкретные результаты в своей работе. Ну, то есть это невозможно не заметить. Но те, кто это не замечает, не замечают, видимо, с подачи определенных сил. Ну, потому что так не бывает. Эти мемы, которые вбрасываются, это инфографика несоответствующей действительности, которая публикуется, это же не имеет тоже национальной границы, это же находится в инфополе, так сказать, общем, языки разные, и все это массировано производит это, в первую очередь, производится это все силами, либо, так сказать, внутри НАТОвских структур, либо штатов, которые размещают в НАТО заказ на подобного рода деятельность, либо просто руками американских дипломатов, размещенных в той или иной стране. Спасибо. Спасибо. Так, идем дальше. С нами ли голос Отечества? Да, здравствуйте, Мария Владимировна. Вот вы знаете, я все-таки хочу вернуться к теме Москвы. Вот, вы знаете, можно, пожалуйста, вернуть УРА.ру, если позволите, предыдущего. Я тут не ухожу. Вот, вы знаете, ну, правда, никогда этого не делал, но вот, позвольте, я все-таки как-то вам, не то чтобы замечание сделала, но просто такое сравнение проведу. Вы знаете, когда вы приходите кому-то на праздник, на день рождения, вы же слышите огромное количество приятных вещей, которые говорят, да, в адрес хозяина. Вы же никогда не встаете и не говорите, вы знаете, а у нас-то все-таки получше. Ну, праздник, и в праздник принято говорить. А это тот самый праздник, когда действительно это хочется говорить от души и от самого сердца, понимаете? Это действительно то, что составляет гордость москвичей. И мне кажется, не только москвичей. Я смотрю на реакцию людей, жителей нашей страны и граждан, и людей, которые имеют вид на жительство, и кто здесь работает, и студентов, иностранных, они все с огромной теплотой и с огромной благодарностью относятся к городу и всем тем, кто делает его таким, каким мы его сейчас видим. Поэтому уж не обессудьте. Спасибо. Я с вами соглашусь даже не дипломатично, а просто. Спасибо. Идем дальше. Голос Отечества. Здравствуйте, Мария Владимировна. Вот у нас есть три вопроса сегодня.